Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о нетрадиционных способах размножения лилий. Что значит нетрадиционных? Обычно их размножают луковицами и детками луковиц, когда делят гнездо, там образуются дочерние луковки, либо на стебле, либо рядом с материнской луковицей, и потом вот эти луковки маленькие их рассаживают. Есть способы размножения, которые связаны с тем, что вот эту вот луковицу каким-то образом делят, саму луковицу, то есть отделяют у нее чешуйки, вот из чешуек. Потом есть способ размножения из листьев, и очень многие просили рассказать, действительно ли можно лилию размножить из листьев, как это делать правильно и какие листья нужно брать вот для этой цели. Я сейчас хочу вот именно остановиться на размножение из листьев, немножечко поговорим из чешуек, кратенько, вот, потому что очень многие хотят размножить из листьев тех лилий, которые они купили в букете. Вот, дорогие друзья, точно так же, как и с розами из букета, раньше это все удавалось более легко, черенкование роз из букета, сейчас такие розочки очень плохо укореняются. Все это связано с тем, что при выращивании, при промышленном выращивании вот этих роз используют очень-очень много различных стимуляторов, чтобы эти розы были очень качественные, очень красивые, твердые такие стебли, чтобы не увидали дольше, чтобы стимулировать больше бутонов и так далее, и так далее. И вот уже научно доказано, что все эти стимуляторы, они влияют на укореняемость, поэтому вот у нас есть видеоролики о том, как вырастить розу из букета, а пишут, что ой, не получилось там по вашему способу, вот пробовали и так далее. А вот все это связано с тем, что розы буквально вот этими всякими гормонами и стимуляторами напичканы, они без этого допинга существовать не могут, это раз, а второе, вот эти ткани, они уже, как говорится, отравлены всеми этими неестественными веществами. И с одной стороны, они стимулируют цветение, а вот все эти процессы размножения, наоборот, получается, что они тормозятся. Точно так же и с лилиями из букета. Второй момент, если у вас эта лилия простояла в букете несколько дней, а вы представьте еще, что и в магазине там вот они стоят или в холодильнике, или тоже вот они ждут своих покупателей в букетах, там тоже снижается процент укоренений вот этих листьев. И третий момент, если вы срезаете свою розы, свою лилию, например, в грунте, у себя в саду хотите размножить какой-то красивый сорт, то в этом случае нужно определенный момент для этого выбирать. Вот сейчас уже конец лета, и это не очень подходящее время, потому что все процессы роста у растений уже затухают, и, естественно, и процессы размножения, укоренения тоже будут проходить хуже. Лучше все эти черенкования проводить где-то в конце июня, начале июля месяца, тогда будет вот замечательно. Плюс ко всему еще и времени будет больше для того, чтобы укоренился этот листочек, и у него больше времени было на то, чтобы корешки окрепли, и там вот эта маленькая луковка уже более-менее сформировалась. Теперь, вот мы не случайно сидим здесь около наших лилий. Это посадки этого года, и вот эти лилии, они мне были присланы в коробки от фирмы Гаршенко. Я их сюда высадила довольно плотно, потому что у меня еще достаточно новый участок, и не вся земля разработаны, просто из-за этого я жадничаю, через некоторое время я их рассажу. Ну, так вот, зато здесь можно посмотреть, что это разные лилия, которые относятся к разным видам, и вот укореняемость вот у разных видов лилий из листочка тоже разная. Вы видите, что одни листья широкие, другие листочки узенькие, и вот у них тоже так вот площадочка вот эта вот, где могут отрастать корешки и образовываться вот эта маленькая луковичка, она очень маленькая у узких листочков, поэтому там вот происходит все это медленнее. А вот с широкими-то листьями все достаточно хорошо, там и силы у этого большого листочка больше, то есть запас питания в этом большом листке. Теперь момент, когда нужно отрезать. Вот я сказала, что подходит больше всего июнь или июль, но у разных видов лилий и у разных сортов разные сроки цветения. И посмотрите, вот одни у меня уже отцвели, здесь на них уже семена закладываются, вторые у меня вот так вот цветут, третьи стоят в бутонах, и вот это самый удачный момент, когда есть бутоны. То есть вот эти ростовые процессы, они наиболее хорошо выражены, и тогда укореняемость тоже будет лучше. Кстати, о сроках цветения. Я заказывала в Гаршинке специально лилии разных видов, не только о сортах идет речь, но именно о видах, зная, что они будут цвести в разное время. Вот самые первые расцветают азиатские гибриды, за ними лагибриды, потом от Т-гибриды, и самый последний, наверное, это восточные. По срокам цветения это можно характеристики и в интернете посмотреть, и вот в описании в Гаршинке там тоже это все дается, в какие примерно сроки цветут эти лилии. Из какого места нужно брать вот эти листочки? Есть разные мнения на этот счет, но я считаю, что самая лучшая укореняемость это где-то из, ну будем говорить, ближе к середине стебля. Вот самые нижние листья, они бывают очень часто недоразвиты, они бывают очень часто поражены какими-то грибковыми заболеваниями, поэтому лучше где-то в середине этого стебля выбирать вот эти листья. И сейчас я срежу такое растение, может быть сейчас я даже пожертвую вот этой вот лилией, поставлю ее в букет, и мы ее с вами укореним, только перейдем за стол, потому что ну здесь очень яркое солнышко, вот так я ее срежу. Дорогие друзья, на что я хочу обратить внимание, вот я оставила сейчас буквально, ну совсем небольшую часть с листьями у этой луковицы. Вот это неправильно с точки зрения развития самого растения, то есть луковица питается за счет листьев, и если мы срезаем листья для размножения, то мы понимаем, что луковица недополучает питание, и сама там хуже готовится к зиме, и хуже нарастает. Вот. Поэтому вот подумайте, стоит ли вам заниматься вот таким размножением из именно листочка, или дать возможность луковицы самой нарасти и нарастить деток. Мне кажется, этот способ больше даст вам результата, то есть деточек получится больше, потому что все равно вот укореняемостью этих листочков, процент укореняемости, он низкий. И если вы думаете, что вы посадите один лист, и из него посадите, получите одну луковку, вы глубоко ошибаетесь. То есть из 10 листочков, ну два, ну три у вас может укорениться. А при первом опыте это вообще может быть там, скажем, какой-то один листочек. Пошли, будем делать. Мы перешли под тень дерева, и я вам обещала, что расскажу немножечко о размножении лилии чешуйками, но чувствую, что ролик затянется. Смотрите следующий сюжет, мы о них поговорим. Вот они у меня в таком виде, я все о них расскажу. Итак, мы переходим к черенкованию вот этих листочков. Вот их сколько. Я говорила, что нижнюю часть мы не берем, потому что там бывают листочки, пораженные уже какими-то грибковыми заболеваниями, и сами листья там помельче. Вот берем примерно из средней части, но, собственно говоря, тут вот и до самого верха хорошие листья. Иногда бывает, что здесь тоже мельчают листочки у некоторых видов лилий. Поэтому вы выбираете самые плотные, самые здоровые. Вот такой лист мы не берем, он был погрызен вредителем, лилиевым жуком, он нам не нужен. Теперь, как отрезаем? Дорогие друзья, ножницы острые обязательно. Если вы игнорируете это правило, у вас большинство этих листочков не укоренится, а просто загниет. И мы начинаем потихонечку отрезать. Вот отрезаем, смотрите как, прямо от самого основания. Вот это маникюрные ножнички, они дают очень хороший срез. Вот такой. Можно тихонечко вот оторвать вниз, тяните. Вот так вот, видите, тоже здесь очень хороший срез получился. И все сохранено. Вот тут вот пучки еще сосудов находятся, где из стебля все это переходит в лист. И вот эта часть, она наиболее хорошо дает корешочки. И вот таких листочков мы сейчас много нарежем. Я только боюсь, что у нас сейчас все это улетит. Очень-очень такой сильный ветер у нас. Выбираем самые плотные, самые хорошие листья. Я сразу скажу, что в этом году я уже укореняла, черенковала вот эти листочки из той лилии, которая у меня была куплена летом у бабушки вместе с цветком. То есть это была луковица, на ней был стебель, на нем был цветок. И когда мне нужно было ее сажать, естественно, я стебель с цветком отрезала. Ну и решила вот уж, чтобы не выбрасывать эти листья, попробовать их укоренить. У меня получилось. Сейчас я покажу. Ну вот, собственно говоря, достаточно нам столько этих листочков. И мы начнем их сейчас сажать. Так, это мы поставим в букет. Вот сколько у нас листьев получилось. Дальше посмотрите. Вот такие у нас листочки укорененные. Я уже рассадила. То есть сначала они у меня сидели вот так в общей емкости. Я сейчас показывать буду. А это уже листочек, который укоренился. На нем образовалась вот эта вот махонькая луковка. На фотографии вы увидите. И когда я его уже пересадила в отдельную емкость, чтобы корешочки там потом при пересадке не травмировались. Вот уже маленький-маленький листочек там пошел из этой уже луковички. То есть все с этим хорошо. Вот как укоренять в таких пластиковых бутылках? Я много раз вам показывала на примере роз и других растений. Очень удобно. Здесь получается такое герметичное соединение. За счет вот этой крышки очень удобно проветривать этот череночек. Вот видите, там есть конденсат. Это значит, что поливать не нужно. Вот когда есть конденсат, эти поливы только навредят. И у вас обязательно хоть черенок, хоть листочек загниет. Поэтому лишнего воды не лейте. Дальше мы проветрили, на 5-10 минут оставили, закрыли. Сколько нужно проветривать? Если у вас позволяет время, если вы помните об этом, то лучше проветривать каждый день. Тогда можно на 5 минут открыли, что-то там поделали, тут же не забыли и закрыли. Дырки здесь в основании тоже не забывайте. Дальше. Мы подготовили какую-то емкость, дорогие друзья, очень чистую. Вот эта емкость, например, была из-под печенья. И у меня есть соседка, которая пытается все время за мной повторять, укоренять. Потом приходит, говорит, Наташа, у меня ничего не получилось. Я однажды ей говорю, ну давай показывай, как ты делаешь. Она достала из своего ящика, там, кухонного емкости, из-под печенья. Вот так вот ее раз. Все чисто вроде бы, правда? А на самом деле, вот эти вот остатки крошечек, масла какого-то, это все ведет к тому, что у вас этот субстрат потом обязательно загниет. Вы этого не увидите. Там, может быть, ни плесени никакой не будет, ничего. Но вот эти вот какие-то грибковые там заболевания начнут развиваться, и у вас ничего не получится. Поэтому либо берите одноразовые какие-то пластиковые емкости, которые продаются сейчас в магазинах, либо вот очень-очень чисто вы мойте вот эти вот пластиковые такие формочки, и мы делаем в них дальше отверстия. Отверстий много надо делать, и не иголкой, а вот буквально видите, как я стараюсь все-таки их маленечко расширять, чтобы они были достаточно просторные, и вода очень хорошо отходила и не застаивалась. Теперь следующий очень важный момент. Я вот эти вот дырочки делаю по всей поверхности. Если вы сделаете где-то, скажем, 4 штуки по краю, то это тоже может привести к какому-то местному застою, и это тоже может навредить. Вот их у меня достаточно много этих отверстий, сейчас будем сажать. Почву, которую вы берете, садовый грунт не берите, в нем очень много возбудителей заболеваний, очень много, это раз. Во-вторых, он плотный, и для того, чтобы вот укоренились такие листья, там в этом плотном грунте ничего не получится. Поэтому нужно либо самим как-то готовить грунт, смешивать его обязательно, а лучше всего покупной, качественный покупной грунт, то есть не дешевый, а какой-то хороший. Вот так мы подготовили емкость. Вот, комочки там, если есть какие-то, то вот прямо в этом грунте они легко пальцами разламываются, получается достаточно такая однородная структура. С другой стороны, здесь крупные частички, и они не позволяют слеживаться этому грунту. В общем, у меня все замечательно получилось, я очень довольна. Теперь, как мы сажаем? Вот мы берем и вот сначала делаем отверстие какое-то, или, наверное, нам мешает, отверстие какое-то пальчиком вот так сажаем и вот так уплотняем. Вот. Я ничего не подрезаю, советуют в некоторых вот статьях отрезать. Вот так вот, да? А давайте проведем эксперимент. Часть мы с вами отрежем, вот так, в этот ряд их посадим, в этот ряд посадим, а часть мы оставим так, как у нас отрезалось это от стебля. И вот видите, друг за другом, достаточно плотно я их распределяю. А потом, через месяц примерно, можно это все проверить и посмотреть те луковки, которые у нас появились уже, те листочки, которые дали луковку, их аккуратненько отсадить. У вас будет очень много и подгнивших листьев тоже. Поэтому еще раз говорю, 1-2 листа, это ни о чем. Надо сажать, ну, хотя бы там десяток, да? Вот тогда будет какой-то результат. Вот здесь у нас будет 5 листочков, которые не обрезаны. И сейчас мы еще столько же посадим у тех, которые обрежем основание. Вот таким образом отрежем и точно так же посадим. Но еще раз напоминаю, что ножницы должны быть очень острые. Вот не зря я маникюрный беру. Это самый острый, на мой взгляд, инструмент. Так. Вот 4. И сейчас пятый, последний листочек. Почему я говорю, что ямочку нужно делать сначала там пальцем как-то, да? Чтобы вот эти у вас ткани не заминались. Дальше что мы делаем? Вот для того, чтобы снизить вероятность возникновения каких-то грибковых инфекций, заболеваний, загниваний наших листьев, мы сюда добавим какие-то биологические фунгициды. У меня сейчас есть глиоклодин в таблетках. И я его сейчас и применю. Собственно говоря, я всегда это делаю при черенковании. И вот сейчас мы тоже это все добавим. Емкость у меня где-то здесь, наверное, ну побольше, чем пол-литра, да? Поэтому я положу сюда две таблетки в разные уголочки. Вот они такие таблеточки глиоклодина. Очень хороший препарат, который препятствует развитию всевозможных грибковых заболеваний. Вот здесь я сейчас положу. Его заглублять надо, ну, примерно на сантиметр, на полтора. И последний момент нам осталось полить. Воду я взяла, и вы берите всегда либо кипяченую, либо дождевую воду, но на крайний случай отстойную. Но, наверное, кипяченая вода у всех найдется. Это самый, наверное, лучший вариант. А какая-то хлорированная вода из крана, она у нас с вами не подойдет. Поливаем очень аккуратно, умеренно, умеренно. И чтобы лишнего перевлажнения не было. Вот таким вот образом, прям по чуть-чуть. Все, достаточно. И дальше что мы с вами делаем? Ставим палочки. Сейчас я примерюсь. Вот можно эту палочку пополам разломить. И надеваем пакет. И вот в таком виде мы это ставим все куда-то при стабильной температуре выше 22 градусов, потому что корнеобразование идет как раз вот при такой температуре. То есть это выше 22, а лучше в интервале 22, 25, 26 градусов. Жары не должно быть, но и холода тоже не должно быть. И естественно, чтобы это все не стояло у нас на ярком солнце. У меня вот есть местечко на подоконнике, куда попадают только самые утренние косые лучи солнца. И все это стоит вот так за занавесочкой. То есть оно и интерьер не портит. Вот и... Так, великоваты у нас палочки. Мы их немножечко сейчас обломим. Вот, интерьер не портит. И мои череночки находятся в таких оптимальных условиях. Где эти палочки взять? Да, собственно говоря, можно любые. Вот я только хочу предупредить, не берите палочки от суши, они начинают загнивать снизу. А вот эти я уже проверяла. Вот эти вот нормально. Можно взять спицы какие-то, если вы их там проволочные эти самые как-то отрежете, да? И потом постоянно ими пользоваться. Вот такой у нас получился мини-парничок. И это все будет у нас чудесно стоять. Точно таким же способом я укореняла вот чешуйки от лилий. То есть у меня вот так вот это было все закрыто, завязано. Вот так там стояла опора. Здесь было завязано. Я периодически проветривала. И у меня вот укоренились еще чешуйки от лилий. Вот так, дорогие друзья, вы видели, что все получается из этих листочков. Надо только все правила соблюдать. Еще раз напомню. Берем чистую емкость. Обязательно какие-то фунгициды. Либо это фитоспорин, либо это глиоклодин. Трихоцин можно использовать. Другие какие-то заменители, да? Но обязательно это сделать. Вот такой парничок. Нежаркое место. И умеренный полив. Если есть конденсат, то мы не поливаем. И лучше это делать где-то в середине лета, чтобы уже успела у нас образоваться луковка. И она у нас до конца сезона накопит силы для того, чтобы даже перезимовать. Мы ее не будем с вами оставлять дома. Мы ее будем сажать где-то еще примерно, ну может быть через месяц. То есть это где-то в конце сентября мы выберем такой хороший погожий денек, более-менее теплый. И вот так вот ее посадим. В первую зиму вот это местечко, где у меня будут эти чешуйки высажены, и вот такие вот листочки высажены, нужно будет прикрыть. Как прикрывать? Ставьте ящик фруктовый, у которого вот эти вот решетчатые такие бортики, да? И сверху можно спамбондом это накрыть, все больше ничего не нужно. Можно подсадить к розам, если вы будете помнить о том, что вы сюда посадили луковки свои, да? Под единым укрытием с розами чудесно, вот все вот это перезимовывает. Ну вот, наверное, я все вам рассказала. Если что-то осталось неясным, пожалуйста, задавайте вопросы.